Екатерина пишет, как не отчаиваться в исправлении раздражительности к детям. Бывают такие ситуации, когда ребенок как-то нагло ведет себя, я вскипаю, кричу, потом корю себя. Понимаю, что надо было бы иначе, но часто все равно проваливаю экзамены на терпение. Ну да, вообще, конечно, материнство это школа большая, терпение. И нам стыдно, когда мы выходим из себя и орем на детей или рукоприкладствуем. Что там делаем такое, когда они выходят из полного повиновения, а мы не в силах с ними совладать. Нам потом очень больно наказывать детей, это наносит себе самому какую-то глубокую рану, это правда. Ну что ж, вы знаете, что путь к совершенству, как говорит Тихон Задонский, к христианскому совершенству, не лежит от победы к победе. Он лежит от поражения к поражению. То есть внутренние поражения – это стимул двигаться дальше и повод исповедовать свою немощь перед Богом и узнать себя, свою раздражительность. Ведь дети, знаете, они же любимые не всеми всегда одинаково. Иногда дети мешают, например, маме что-то такое, там отцы писат меня, что я чем-то другим занято. Иногда дети подчеркивают твой возраст, тогда мама стыдится своих детей. Там много чего есть. Вот поэтому, а если мама хорошо, правильно относится к ребёнку своему или своим, то есть желательно, чтобы их было два-три там больше, тогда она, конечно, ежедневно проверяется на предмет своего нетерпения и всего остального. И это её внутренние падения, внутренние поражения. Да, она признаётся в том, что она раздражительна, очевидно, глупа, как-то там требовательно, не в меру, там или суетно, или хлопотно. Ну, всё такое, да? Ну что ж, да, это всё есть, безусловно. Продолжайте работать, ваш труд священный. Надо, наверное, согласиться с тем, что эпоха делает детей, действительно, как вы пишете, наглыми. Потому что эпоха превращает детей в домашнего идола. Если мы не верим в Бога, то для нас нет ничего лучше, чем то, что вышло из нашего чрева. Родилось дитё наше, и мы ставим его на табуреточку, прочитай, Коленька, стишочек. Ну, как бы, то есть, и мы будем все тебе кланяться. Какой ты умный у нас, Коленька, допустим. Ну, то есть, мы вольно-невольно превращаем детей в идолов. Для них как будто весь мир создан, что, собственно, на самом деле неправда. Для них есть магазин детской игрушки, там красивые тряпочки красивые, гаджеты красивые, мультики красивые, это красиво. Это мы всё хотим им побольше красиво. Вместо этого, значит, чтобы отплатить нам взрослым благодарностью и любовью, они действительно наглеют. Они привыкают, что мир вообще, как бы, типа для меня. И они привыкают манипулировать родителями, там, хочу-не хочу, там, буду-не буду, там, вот. И мы, как бы, сдаёмся и пасуем перед ними. На самом деле, с детьми нужна благоразумная строгость. И много другого нужно. Нужно, чтобы они были включены в какую-то работу и послушание, чтобы они убирали, там, сами за собой, там, чтобы они берегли чистоту в своём каком-то небольшом уголке жизненном пространстве. В общем, тут целый набор интересных вещей. Ещё говорят там, говорят, что нужно разговаривать с детьми о Боге. Ну, не столько, говорит, с детьми о Боге, сколько с Богом о детях. То есть нужно, чтобы мама молилась о детях, чтобы, как бы, помог ей Господь воспитать их нормальными людьми. Всё здесь есть, ничего удивительного. Хорошо, что вы это признаёте и замечаете за собой. Непозволительно, конечно, срываться на ребёнка, например, кричать на неё дурными словами, что часто бывает, когда люди не владеют собой, и, там, обзывают их, как хочешь, там. Вот. Рукоприкладство в крайних случаях имеет место быть, очень дозировано, ограничено. И, там, смотря по обстоятельствам, по возрасту и смышлённости ребёнка, там, то есть отнюдь нельзя давать волю рукам постоянно и всегда. Это тяжёлая задача воспитывать человека. Поэтому мы же сами не воспитаны. Взрослые ведь не воспитаны сами. Не знаю, вот были, видали вы, на 1 сентября сейчас отшумело, отсвистело, отгуляло. Как ведут себя взрослые на линейках первоклассников? Первоклассники перепуганы, в бантах стоят, как бы, там, не знают, что будет дальше. А взрослые, конечно, ведут себя вообще феерически, как бы. Вот эти безумные родители с телефонами, там, вот это всё такое. То есть взрослые сами не воспитаны, как бы, то есть, получается, такая вещь, такая, что нам нужно воспитать детей, принимая во внимание, что сами мы не воспитаны. То есть, там, уважай старших, как бы, значит, говорит человек, который сам старших не уважает, например, там, делай то-то, делай так-то, значит, такое. То есть, конечно, задача какая-то очень большая, с двумя неизвестными. То есть, как воспитать себя и параллельно воспитать своего ребёнка, как-то вообще без Бога это не получится, мне кажется. То есть, нужна молитва, и вы будете ошибаться, будете, а кто вас научил? Никто. Начнёте искать советов там в интернете у подружек, там, где-нибудь в книжках, там, там будет одно, говорит, там другое. И вы ещё больше запутаетесь. Воспитывайте лаской, скажут одни, то есть, воспитывайте строгостью, там, воспитывайте, короче, запутаешься точно. Время-то идёт, он всё растёт и растёт, как бы, и ты, как бы, понимаешь, а ты всё ещё не знаешь, как его воспитывать. А потом он возьмёт тебя и ещё не отчебучит уже в подрастающем возрасте, и что. Поэтому полагайте надежду свою на того, кто дал вам детей. Какую-то себе свою молитву сложите, скажите, Господи, ты дал мне детей, и благодарю тебя за это. Это ты дал мне детей, а кто ещё? Ты начальник жизни, ты дал мне детей, и теперь дай мне ума, чтобы я их воспитал, воспитала. Очевидно, я без тебя не знаю, как правильно. Где брать лаской, где строгостью, где говорить нельзя, где говорить можно. Так что обратитесь к Богу за помощью, с благодарностью за то, что вы мама, и с помощью воспитания детей своих. Ибо я чувствую, что совсем ничего не получится, если я это не знаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!